Ракеты из пластиковых бутылок. Новосибирские школьники разработали машину для измельчения этого сырья. Из полученного материала будут делать макеты ракет. Юным техникам помогает и один из заводов, и депутат Совета депутатов Новосибирска. Как поддерживают разработки, узнал Александр Сульдин. Массивные основания, мощный электромотор, продуманная система безопасности. Ножи установлены под разными углами, чтобы затянуть и покромсать бутылку на одинаковые кусочки. Не просто экспериментальный образец, почти промышленная установка. Только маленькая, чтобы могла в школьном классе уместиться. Это команда юной техники из кружка «Ключ на старт». Ребята строят модели самолетов и ракет. Старший из них – девятиклассник Юрий Малюгин. Он и предложил перерабатывать пластик. Перерабатывать пластик не просто в какую-то труху, фракцию, а в готовый продукт, нить для 3D-принтера. А конкретно вот этот шреддер – это первый этап нашего проекта. Корпуса моделей ракет как раз и печатают на 3D-принтере. Так что школьники создают свою маленькую технологическую цепочку полного цикла безотходного производства. Помог завод, индустриальный партнер. Юные техники трудились вместе с профессиональными сборщиками и конструкторами. На летней производственной практике работали в конструкторском бюро на сборке и по сборку электромонтажа. В этом году мы планируем увеличить количество детей. Может быть, в разы это будет, но примерно такие же направления. Юным разработчикам помогает и депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Бурмистров. Сегодня организовал экскурсию на предприятие, где пластик перерабатывают в тротуарную плитку и другие полезные вещи. Хотелось бы в рамках этой экскурсии, чтобы дети узнали о том, как правильно обращаться с мусором, как его можно применять вторично. И, соответственно, может быть, их знания в будущем, их изобретения в будущем обязательно наверняка смогут пригодиться городу. На следующую производственную практику у ребят задание сделать установку для расплавления пластиковой стружки и превращения ее в нити. Для этого подойдут не все отходы. Что делать с тем, что останется, показали на сегодняшней экскурсии. Александр Сульдин, Валерий Павлов, Новости ОТС.